Химики, инженеры, разработчики, операторы беспилотников, конструкторы кораблей и военных самолетов – в кого только не перевоплощались юные соровчане в рамках восьмого театрального марафона профессий. Даша Отте с группой «Звездочки» 29-го детского сада вместе с мамой в составе своей команды проиллюстрировали работу специалиста по охране труда. Дети, родители и педагоги подготовили творческий номер, который отразил суть профессии. У нас в Сарове каждый второй связан с «Росатомом». И мой отец, Евгений Каратаев, он тоже был связан с «Росатомом». И вот по его работе я Даша объясняла, что охрана труда, она действительно очень важна. Мне понравилось, когда я выступала. Мне понравилась репетиция, очень было круто. В своих номерах участники восьмого театрального марафона профессии отражали специфику предприятий и городов «Росатома». Команды перед началом конкурса случайным образом получали конкретную профессию, предметы, место, которые нужно было логично связать и представить яркое выступление. Команде детского сада номер восемь с элементами повезло. Романтичную профессию слесарей-сантехников воплотили в сказочных образах. Досталось нам еще слово «инструкция». И поэтому нам в этом плане повезло. Слесарь-сантехника и инструкция вполне совместима. Регион нам достался Челябинская область, Три Атомграда, Трехгорный, Снежинский и Озерск. Вот мы выбрали город Снежинск. Идея пришла, что вот как обыграть, конечно, не сразу. Но потом в какой-то момент вот так вот щелкнуло двое из ларца, одинаковые с лица. Вот и наши слесаря-сантехники, если вот заметили, то они действительно очень похожи папа и сын. Царевна-лягушка у нас появилась, Иван. В общем, как-то одно на другое легло. Вот такой вот небольшой веселенький сценарий у нас получился. Ежегодно во время проведения конкурса сцену из-за кулиси Дворца детского творчества окутывает позитивная и креативная атмосфера. Дети совместно с родителями демонстрируют свои танцевальные, вокальные и актерские способности, осознанное представление различных специальностей, яркие костюмы и декорации. Финалистов, призеров и победителей конкурса «Темпы-2024» наградят 25 октября в 16 часов. Дарья Козина, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, Служба новостей, Саров-24.